продолжаем рассматривать новый 3d принтер десктоп 3d принтер лен металл принтер интересный принтер принципиально отличается от всего что мы видели до этого давайте рассмотрим его внутреннее строение потому что помимо обзора хочется посмотреть за счет чего производители добились того или иного качества у нас тут имеется металлическая рама и пластиковые декоративные панели снимаем панели так и смотрим что еще мы можем разобрать значит первое экструдер экструдер теперь он принципе похож на предыдущую версию сделан в классическом стиле крепится он несколько легче чем ранее но это мелкие детали значит раньше покупатели часто были претензии из-за вот этих соединений значит экструдер съемный это позволяет осуществлять горячую замену ремонт но как бы не очень удобно многим был соединения от постоянных вибраций время от время размыкались во первых соединения были у нас выше они были на этой точке и соответственно им движение передавались повода намного лучше в результате все соединения разбалтывались и время от время отходили теперь соединения перенесли ниже второе и закрыли металлической крышкой значит вот так то выйдет выглядит завода сидит надежно на четырех болтах и соответственно шанс того что у вас разъединится соединение минимален так как металлическая крышка фиксирует так как все надежно соединено так как три пластиковых крепления держат у нас кабель до того как он приходит подвижную часть экструдера платформа платформа у нас очень сильно видоизменилась во первых стали шире направляющие они достаточно толстые для того чтобы не изгибаться под любыми нагрузками дальше мы видим очень большие подшипники цельные соединяют платформу с этими стальными направляющими что еще интересно ну соответственно подшипники гарантируют отсутствие качения либо каких-либо проблем металлические здесь части соединенные через специальные тефлоновые скользящие трубки значит сама платформа стала чуть чуть больше как мы видим подставка под платформу цель налетая пластиковая и для того чтобы увеличить прочность этой платформы снизу к ней приклеивается также фиксируется на четырех болтах стальная планка вот это вот пластина у нас гарантирует то что платформа не будет гнуться дальше смотрим на электронику на материнскую плату материнскую плату спрятали под нищим для того чтобы добраться на нее надо открутить несколько десятков болтов такой себе намек по сравнению с предыдущей версии говорит о том что вам никогда не придется лазить материнской плате это действительно так внизу нет никаких у нас вентиляторов за счет чего этот принтер работает очень тихо но в то же время зазор воздуха очень высокий поэтому ничего не перегревается все у нас очень надежно закреплено все контакты простому пользователю никакой нет натомности обращаться к материнской плате также мы видим достаточно интересную конструкцию это двигателя сизет во всех предыдущих принтера система очень простая начал двигатель ему приварен вал и двигатель находится прямо под вала у нас вы видите вот эти четыре болта это крепление двигателя то есть двигатель находится в отдалении от вала и вал уже крутится через ремень такое у нас решение применяется на всех основных осях то есть теперь все оси двигаются через ремень это повышает значительно точность надежности уменьшает шанс повреждения двигателя отличное решение подобное применялось раньше только компания leapfrog в их 3d принтеров теперь малярно присоединились к этой технологии пример соединений все на разъемах разъем достаточно жестко зафиксированы все на стяжках все рукавах находится все провода ну конечно нельзя не отметить оптический датчик высоты сумме с качественной системой приведения движения вала оси z платформа у нас конечно очень четко выставляется и очень качественно ездит высоте вы видите датчик не предполагает калибровки это означает что завода все выставлено так что вам не придется никогда что-либо менять пластиковый рукав для подвижных частей ну как бы механика продуманность элементов очень на высоте он также интересный вариант крепления для бобина быстро съемный то есть бобину теперь снять не не надо ничего откручивать вы отцепили эту планку и можете снять всю бобину быстро сделать замену и менять бобины местами например что же технической точки зрения принтер нам очень понравился давайте посмотрим как он будет вести себя при 3d печати спасибо спасибо спасибо